Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с теми вычисками, которые вы пишете. Для того чтобы сходом достичь, не нужен сильный толчок или зелёсткий конкурент. Когда этого нет, я ленюсь и ничего не делаю для новых целей. Ну, а здесь нужно сказать так, что, значит, мотив, ключевой мотив, главенствующий мотив, ведущий мотив, как угодно его называйте. У вас именно вот такой, да, то есть это мотив, когда вы, собственно, только под давлением, значит, конкуренции что-то начинаете делать. Это значит, что своих собственных мотивов, своих собственных стремлений, своих собственных, можно сказать так, целей, собственных взглядов у вас не так уж и много. Связано это с тем, какие ценности вам привили ваши родители. Связано это с тем, в какой вы росли семье. Иными словами, если вас воспитывали или если вы росли в условиях, например, жёсткой конкуренции, в условиях, например, когда только лишь доказывая, что либо вы, например, получали, ну, скажем, одобрение, то нет, безусловно, ничего удивительного в том, что своего мотива вы что-то делать не умеете. Если вас всё время как-то пытались заставить или заставляли вас делать какие-то вещи и так далее, то вот этот мотив является отправным. Вы говорите, что только после ссоры вы начинаете учиться. То есть вам самому, вот самому лично вам ничего не надо, не особо чего надо. Вам неинтересно путешествия, вам неинтересно что-либо, если у вас всё в порядке. Если с вами всё хорошо, вам ничего не нужно, как бы, когда у вас всё в порядке. И это отношение к себе, отношение к другим, в частности, это отношение к окружающим вас, людям. Это, как бы, момент такой, чем вы руководствуетесь при, значит, выполнении каких-либо действий. Это момент такой, что для вас важно, когда вы начинаете что-то делать. Что для вас важно, когда вы с людьми вместе соходитесь. Что для вас важно, когда вы выстраиваете с ними отношения. И чем вы руководствуетесь при вот таком поведении, поведении, да, это всё важно. И надо сказать, что модель такого поведения, опять же, вас и в детстве. Что сказать, кому-то постоянно что-то доказывает. Ну, смотрите, значит, вы пишите, что в УЗИ я учился нормально. Но после большой ссоры с загруппниками, то есть, когда вы остались один, вы закончили курс лучших всех. В это же время было много умных студентов, лучших которых я хотел оказаться. В это же время было много студентов умных, лучших которых мы хотели оказаться. Здесь не очень понятно, лучших обрывах мы хотели оказаться когда. Это не очень понятно, но я думаю, что именно смысл того, что я сказал, он понятен. Точнее, особое рвение я проявлял первый год после этого, а потом плыл по течению. Ну, то есть, когда либо вы обросли новыми связями, либо подчеркивали, что доказали что-то себе или доказали что-то другим. То есть, цель, которую вы себе ставили, цель, которую вы себе ставите, она достигнута, и все. И вам больше ничего делать не нужно. Затем, например, курсия вуза «Растался с девушкой, это дало мне новые силы и новый танцок». По сути, не новые силы, танцок, а по сути, энергия, которую раньше вы тратили на человека, да, Энергию, которую вы раньше вы тратили на него, просто-напросто теперь освободилась, и вы стали тратить ее на другое. Значит, нашел работу моей мечты, и на нее у меня многое получилось. После расставания начало путешествовать, ну, то есть, вот, энергия освободилась. Сюда много хотелось селось, но не получалось. Если бы не расставание, то не начало бы работать, и так почти, и так во всей жизни. Начинаем с юностиства. Мне нужна конкуренция и толчки. Потому что именно через конкуренцию и толчки вы чувствуете, что-то прикасается с реальным миром. Вне конкуренции, вне соревнований нету ничего, вам ничего не нужно из-за соревнований. То есть, своих собственных целей, своих собственных желаний, собственных стремлений, как таковых, достойных того, чтобы, ну, чтобы ими заниматься, у вас нет. И это, на мой взгляд, довольно плохо. Ну, потому что получается, что вы либо добиваетесь чего-то, чтобы стать лучше, чем другие, где-то, да, либо приравняться к ним, либо вы чего-то добиваетесь, только находясь в ссоре, то есть, находясь в состоянии, когда вы отдаляетесь от веки и оказываетесь, например, в одиночестве, скажем так. Ну, это вот так же не есть хорошо, и не есть правильно, и не есть какой-то положительный, так сказать, не является это положительным вектором в вашей жизни. Дальше, значит, если девочка, например, переведут меня, так, не нужно конкуренции, так, типа, в ссоре выставания, если нужно будет, я брошу девочку ради своего роста. То есть, вы уже знаете, что для того, чтобы начать расти, вам нужно бросить свою девочку. А что вам мешает девочкой расти? Вот подумайте об этом. И что вами движет, когда вы, расставаясь, например, с ней, начинаете что-то делать для себя? Что вами движет в этот момент? Значит, например, переведут меня в другой город с повышением. Если девочка не захочет переезжать, сразу брошу ее, не буду даже компромисс искать. Ну, это значит, что либо вы с ней не привязаны, либо вы ее не любите, и человеку вообще не нравились. Либо карьера для вас просто-напросто важнее. Но это, опять же, ваше право. С другой стороны, можно говорить о том, а есть ли вас вообще кому-либо привязано. То есть, вот, например, если у вас были ссоры, если у вас были расставания с девочками, значит, конструктивными ваши отношения в социуме назвать нельзя. А раз так, то есть негативные триггеры, по которым вы ссоритесь с людьми и ссоритесь. И нужно определить, что мешает вам, с одной стороны, сходиться с людьми, а с другой стороны, достигать чего-то для себя. Потому что у вас либо-либо. У вас либо-либо. И это, на самом деле, как мне и видится, проблема личной границы. То есть, если вы с человеком расстаетесь, то он для вас вообще больше ничего не значит. Никогда, если вы с человеком вместе, то, скорее всего, вы на вас все целиком и полностью на него полагаетесь. Это вот проблема личной границы. И это копирование, скорее всего, семейных триггеров, триггеров поведения. Далее. Так я делал. Раньше было только хуже и мне, и девушке, и девушке. Ну, тут не очень понятно. Тоже немного сбившего вы написали. Как можно находить стимулы в обычной жизни, а не в негативных событиях, в твердых расставаниях. Ну, сначала нужно вообще, как бы, прислушаться к себе и подумать, что для вас важно. Сначала нужно определить, какие у вас ценности. И ответить на те вопросы, которые я ранее уже задавал. Ну, грубо говоря, провести анализ вот всей вашей жизни. В связи с жизнью с родителями. Это вот ключевой момент. Потому что именно родительскую модель поведения вы, скорее всего, копируете здесь. Нужно ли вообще? Ну, опять же. Знаешь как? Если вы ориентируетесь на какой-то вот карьерный рост, на профессиональный рост, то нет, не нужно тогда. Если вы все-таки хотите быть с людьми, или если вы, допустим, родите людьми, или если вы, например, любите свою девушку, то тогда нужно. То есть это вам определять. Нету какого-то правильного выбора, нету какого-то верного решения, нету каких-то, знаете, однозначных аспектов в этом вопросе. Нету. Вы просто берете и, ну, вы просто берете и как-то вот решаете этот вопрос. Сами для себя. Ну, салима, и что вам вообще нужно? Что в конечном итоге для вас более важно? А это вытекает из ваших ценностей. Как это видится на меня? Далее. Как найти девушку, полностью во всем меня поддерживающей, помогающей вас всех начинаниях? Я полагаю, что этот вопрос, он такой, знаете, он довольно наивный. То есть все люди разные и вряд ли будет человек, который всегда во всем и везде будет вас как-то поддерживать. Вряд ли такой человек вообще будет. То есть, ну, всегда, в любом случае, в чем-то придется идти на уступки. И если вы не готовы искать компромиссы, то любой человек, если только это не полностью от вас зависимый, любой человек, ну, как бы, рано или поздно, он просто-напросто от вас будет отдаляться. То есть у меня есть ощущение, что вы не привыкли искать каких-либо компромиссов в отношениях с другими. И все хорошо только до тех пор, пока вы, например, ну, не столкнулись с интересами. А вот когда ваши интересы столкнулись с другими, как-то вот, ну, так или иначе, случайно, то вы не можете сделать, как бы, уступку. Вы не можете отступить назад. Почему? Вот тоже вопрос. Что мешает вам отступить? Как вы воспринимаете компромисс, компромиссность? И, как бы, общение с людьми невозможным без компромиссов. Если вы не готовы идти на компромиссы, если вы не хотите идти на компромиссы, просто говорить, что вот, я считаю, что компромиссы ведут там только к какому-то вот негативу, да, и так далее, и так далее. То есть, если это именно ваше убеждение, понимаете, если это не следствие каких-то симптомов, если это не симптом, если это не симптом определенных негативных состояний, то это ваш выбор. Но тогда будьте готовы к тому, что вы будете, ну, скорее всего, один. если же вы не можете идти на компромисс почему-то, почему-то по какой-либо причине не можете идти на компромисс, то в этом случае я полагаю, что у вас будет серьезная проблема, потому что нужно будет эту невозможность разрешить, а разрешить ее можно только со специалистом проанализировав то, что с вами произошло, то есть то, что у вас происходило в семье и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Для того, чтобы найти девушку, которая во всем будет вас поддерживать, нужно, чтобы она разделяла ваши интересы, нужно, чтобы она разделяла ваши взгляды, нужно, чтобы у нее были схожие ценности с вашими. А для этого необходимо, чтобы вы контактировали с людьми по поводу своей деятельности, но не коммерческой, не работы. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы или что-то непонятное в моем ответе, пожалуйста, пишите в личку, буду рад вам помочь и ответить. если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!